Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Наталья Юсупова и в начале выпуска коротко о главном. Фронт работ уже намечен. Парламент Кабардино-Балкарии утвердил кандидатуру нового премьера. Мы здесь не только встречаем своих друзей, но и учимся друг у друга. Традиции зодчества и полет фантазии в Натчике проходит Южный форум архитекторов. Инновации в действии. Молодые ученые КБГУ приступили к разработке высокобарьерной тары. Сегодня большинством голосов депутаты парламента Кабардино-Балкарии утвердили кандидатуру на должность премьера. Им стал Константин Храмов, ранее занимавший кресло вице-губернатора Волгоградской области. Едва вступив в новую должность, Храмов уже наметил основные моменты предстоящей деятельности. Альберт Корцаев продолжит. Дважды избирался депутатом Госдумы Ставропольского края, там же работал заместителем председателя счетной палаты и министром экономического развития. А в 2009-м Константин Храмов был выдвинут от единороссов на должность мэра Невиномыска и одержал победу среди пяти кандидатов. Послужной список достаточно внушителен. Кандидатура Храмова Константин Константиновича вносит на согласование с учетом его деловых личностных качеств, уровня профессионализма, а также опыта работы в различных органах государственной власти и иных хозяйствующих субъектов. Просим рассмотреть и поддержать. Ваш многолетний опыт в политике и мое стремление продуктивно работать должны дать результаты, отметил Храмов, обращаясь к депутатам. Свою профессиональную деятельность он намерен строить на постулатах, обозначенных главой республики в послании парламенту. Первое. Это осуществление модернизации и мудрения инноваций в экономику республики. Второе. Привлечение инвестиций в экономику в объеме необходимых для решения задач социально-экономического развития. Третье. Обеспечение благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности и развития бизнеса. Четвертое. Обеспечение эффективности государственного управления. Пятое. Самое главное. Повышение качества и уровня жизни населения республики. Основные проблемные вопросы по предстоящей работе парламентарии начали задавать Константину Храмову еще до голосования. Затем представители всех фракций высказали свои пожелания будущему премьеру. Как выяснилось, Храмов и раньше имел отношения к Кабардино-Балкарии. Его отец занимался монтажом канатной дороги на Чигер. А маленький Константин Константинович в то время, значит, вот жил в области где-то Тернауза или поселка Эльбус. Пришел товарищ с желанием работы. Это видно было по его уступлению. Мы, коммунисты, решили поддержать. Мы поддерживаем эту инфраструктуру. Желаем успешно. Действительно, сегодня мы все с надеждой поддерживаем вас. А через год, чтобы мы увидели, когда отчет правительства будет представлен здесь в парламенте, чтобы мы могли заключить, что да, мы не ошиблись, глава республики не ошибся в своем предложении. В итоге абсолютным большинством голосов Константин Храмов стал новым председателем правительства Кабардино-Балкарии. После депутаты приступили к обсуждению других вопросов повестки дня. Альберт Корцаева, Сламурз Ахандоха, Вести Кабардино-Балкария. И вот буквально только что мы получили кадры подписания Арсеном Коноковым указа о назначении Константина Храмова. Поэтому я подписываю указ о назначении вас председателем правительства. Третий час. Третий час, да, да. В рамках его время отзаменения. Ну что я вас хочу сказать. Поздравляю вас здоровья, успехов. Я думаю, что все у нас получится. Контрубец. Арсен Душевич, я хочу сказать спасибо вам лично за оказанное доверие парламенту, депутатам парламента, с которым мне было честь познакомиться, пообщаться, уже провести, я считаю, первую работу, внимательно изучить ситуацию, которая уже есть в Кабардино-Балкарии, и услышать это от народных избранников. Я увидел слаженную рабочую команду, которая сегодня есть в республике. Это глава республики, парламент, депутаты. Поэтому я действительно горжусь тем, что у меня сегодня есть возможность поработать на этой земле, в этой республике, и сделаю все возможное, направлю всю энергию, для того, чтобы оправдать доверие вашей народу. Слышите? К другим темам. Арсен Коноков посетил отделение онкологии и гематологии Республиканской детской больницы. Поводом стало обращение активистов, помогающих больным детям, в интернет-приемную главы республики. Волонтеры передали просьбу маленьких пациентов о том, что они зовут Конокова в гости. На приглашение глава откликнулся незамедлительно, приехал и не с пустыми руками. Кроме других подарков, глава пообещал выделить 1 миллион рублей из личных средств в благотворительному фонду Высшей Радуги. С подробностями наш спецкор Наталья Булат. Детская комната отделения онкологии и гематологии. До начала обеда у ребят еще несколько часов. Те, кто могут выходить из палат, играют новыми игрушками. Накануне их лично подарил глава республики Арсен Коноков. Он мне пожал руку и потом сказал, вас тут хорошо лечат, мы сказали, да. Идею пригласить главу республики в гости. В онкоотделение учредитель благотворительного фонда Высшей Радуги вынашивала давно, да и детки не раз просили. А тут набралась смелости, написала сообщение со своей странички ВКонтакте. Ответ пришел уже минут через 40, причем не по интернету, а по телефону. Я позвоню, Арсен Баширович к вам едет. Я стояла на крыльце, когда я увидела, что придет один Арсен Баширович. Ребята, которые несли подарки и охрана, и все. Я очень удивилась этому. Было приятно, думаю, сейчас вот еще машины, и сейчас подойдут. Потом нас главный врач повела по коридорам, показала ситуацию. И я так постепенно начинаю думать, это правда, это не сон. Он сам приехал, сам ответил. Дети наши на него так сидели, они мургали на него, смотрели. И он к каждому зашел в палату, к каждому общался, и это было искренне. Посещением одного онкологического отделения Арсен Коноков не ограничился. После общения с маленькими пациентами глава осмотрел всю больницу. Мамы, пользуясь случаем, рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться при общении с медперсоналом. Да, молодая, я это не отрицаю, но можно же подойти к какому-то опытному врачу и сказать, этот ребенок тяжелый, помогите мне как-то поставить диагноз. Ну, помоги, ну, можно же спросить кого-то, или нам скажи, или нам сказать. Ну, давайте так, она вас примет, а пригласите врача, если она грубо говорила. Она спеялась в глазах мне, когда я с ней разговаривала. Обратил внимание Арсен Коноков также на качество подъездных дорог и неоконченный ремонт лечебного учреждения уполномоченным министерством поручено в течение месяца завершить работы. Глава республики обещал проверить лично. Наталья Булат, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. Второй фестиваль архитекторов Северного Кавказа открылся сегодня в Нальчике. Мастера зодчества из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Карачаева-Черкесии и Чечни продемонстрируют свои перспективные проекты и уже воплощенные в строительство за последние несколько лет. Слово Адаму Абазову. Форум традиций и новаторства в архитектуре Северного Кавказа посвящен развитию архитектуры и градостроительства на территории округа. Среди основных целей – освоение уникальных, природных и городских пространств с учетом многовековой традиции местных народов и современных тенденций в развитии мировой архитектуры. На сегодняшний день здесь показано очень много работ, которые действительно характеризуют рост архитектуры регионов. И наш форум посвящен именно стратегии развития градостроительства, туризма, отдыха. И на нашем форуме мы будем проводить номинации по лучшим проектам, по лучшим постройкам, по ландшафтной архитектуре. Мы здесь не только встречаем своих друзей, но и мы учимся друг у друга. Знакомство с лучшими работами северокавказских архитекторов, премолодых зодчих в члены Союза – мастер-классы. Организаторы надеются – впечатляющее по количеству и содержанию проекта выставка выявит как достоинства, так и недостатки в развитии отрасли на юге России. Участники форума будут обмениваться мнениями, будут обмениваться проблемами, которые сегодня стоят перед архитектурным сообществом. И мы как представители архитектуры от исполнительной власти, вот главные архитекторы, мы тоже хотим поделиться теми проблемами, которые сегодня есть именно по реализации вот этих замечательных проектов. Инвестиционные проекты, социальная архитектура, то есть доступное жилье, градостроительство, развитие рекреационных зон – представлены более десятка направлений архитектурной мысли. В эти минуты проходит научная конференция, на которой говорят о необходимости создания координационного совета в области архитектуры и градостроительства СКФО. Форум продлится до 3 ноября. Адам Абазов, Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Вести Кабардино-Балкария. Материалы ЕГЭ теперь в свободном доступе. Рособорнадзор начал публиковать в интернете контрольно-измерительные материалы для выпускников 2014 года, пишет сегодня российская газета. Посмотреть задания можно на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Пока что выложены не все кимы, но в руководстве Рособорнадзора заверяют, что вопросы государственной итоговой аттестации 9 класса будут в открытом доступе. Тесты для ЕГЭ опубликуют частично. Предполагается, что регионы сами смогут выбирать задания из открытой базы данных. Это позволит снизить риск списывания в разных субъектах России из-за разницы во времени и начале экзамена, считают специалисты. Создание и внедрение прорывных решений, будущие инновационные политики, а также развитие технологической инфраструктуры на базе университетов обсуждают сегодня в Москве. Там проходит второй международный форум открытой инновации. Как продвигать российские разработки на мировой рынок и повышать эффективность взаимодействия наших и зарубежных ученых-практиков? Ответы на эти вопросы ищут и в регионах. Одну из новых для страны направлений производства композитов и полимеров сейчас разрабатывают на базе КБГУ. Два инновационных проекта ВУЗа уже получили федеральную грантовую поддержку. Над чем сейчас работают ученые, выяснял наш спецкор Сафар Гиреев. На этой установке мы испытываем, какое количество энергии выделяется из полимерных композиционных материалов при их сжигании. В лаборатории научного образовательного центра полимеры и композит Кабардино-Балкарского госуниверситета идет кропотливая работа. Новые разновидности полимеров изучают, чтобы оценить, в каких условиях их можно использовать, какие могут быть последствия при возможных чрезвычайных ситуациях. И самое главное, как предотвратить угрозу ЧАЭС. По словам руководителя научного центра Светланы Хашировой, аналогов этому учреждению с таким современным оборудованием в России нет. А диссертационный совет по полимерам и композитам КБГУ пока остается единственным на Северном Кавказе. Ученые выиграли два крупных российских гранта. Первый в 420 миллионов рублей предназначался для разработки нано-композитной кабельной продукции для Кавказкабеля. В нашей лаборатории мы получаем поливиниохворидный пластикат, который модифицируется, используется в дальнейшем именно в кабельной промышленности, уже с улучшенными физико-механическими свойствами и с улучшенной огнестойкостью. Сегодня производство изоляционных материалов с особыми свойствами на заводе Кавказкабель идет полным ходом. Второй грант, почти в полмиллиарда, направлен на разработку высокобарьерной тары. Она увеличивает срок годности продуктов и не выделяет токсичных веществ. Производить ее планируется из отечественного сырья. Над этой задачей и трудится сейчас коллектив центра. Но вот парадокс, отмечает Светлана Хаширова. Высокотехнологичный материал, прощающий серьезные испытания и апробацию, большей частью остается невостребованным. Тесной связи науки с производством в России пока нет, говорит руководитель центра. Это беда всей инновационной промышленности. Но, к сожалению, большинство проектов, они на первом этапе останавливаются в связи с тем, что не могут найти софинансирование. Поэтому вот недавно и на общественном совете при главе нашей республики будет скоро обсуждение о создании фонда инновационного развития. И было бы хорошо, чтобы этот фонд поддерживал именно развитие вот таких инновационных проектов, переход их на второй, третий этап и запуск реального производства. В гонку композитных вооружений так или иначе включились все ведущие страны мира. Россия вступила в эту борьбу лишь на рубеже двухтысячных. Возможности, чтобы на верстать упущенное, есть. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести, Кабардино-Балкария. Около 500 рабочих мест с открытием бизнес-инкубатора получит Зольский район. Строительство уже на стадии завершения. Возводить объект начали еще в январе. Необходимость создания бизнес-инкубатора возникла с увеличением количества молодых предпринимателей, говорят в районной администрации. Позволить себе выстроить офис могут далеко не все начинающие бизнесмены. А в этом учреждении возможно начать свое дело с наименьшими затратами. Офисные помещения, их здесь будет более 50, сдавать в аренду намерены на льготных условиях. Первый год будет платить только 100 рублей за один квадратный метр в год. То есть, практически это при 20 квадратах, среднее помещение, 20 квадратов здесь будет, это получается практически 2000 рублей в год. На второй год плата за квадратный метр составит 150 рублей. При этом начинающих предпринимателя бесплатно предоставят интернет и офисную мебель. Сейчас ее уже закупают завершить строительство намерены в конце декабря. Накануне знаменитые альпинисты Абдул-Халим Альмезов и Карина Мезова отрепетировали, как будут поднимать Олимпийский огонь на Эльбрус. Спортсмены прошли по намеченному маршруту и зажгли факел на самой высокой вершине Европы. Напомню, что Олимпийский огонь достигнет вершины горы счастья в начале февраля будущего года. До этого символ игр в Сочи пронесут по улицам Нальчика. В республике, как и во всех регионах России, участвующих в эстафете, создана рабочая группа. Она координирует вопросы обеспечения безопасности, подготовку дорог по маршруту, информационное сопровождение церемонии и организацию концертных площадок. Это вся информация к настоящему часу. Следующий наш выпуск смотрите в 17.10. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok